Всем привет! Продолжаем снимать обзоры на напитки из спортивного питания. И вновь на суббико соус итальянский. И продолжаем знакомство с этой фирмой. Уже мы сняли обзор на песто. Попробовали замечательные спагетти. Было очень вкусно. Также попробовали пенешки, нам понравились. Попробовали ракушки так называемые. Очень вкусные. Но и сейчас из названия, как вы поняли, мы будем снимать на томатный соус баланьеса. Вот такая вот баночка. Здесь у нас 400 грамм. Ценник довольно дорогой, но, как показала практика, песто своих денег стоило. Надеюсь, это тоже будет стоить. Так вот, такая баночка в среднем в Ленке в Ашане стоит 400 рублей. Там 380, что-то 400 в этом районе. Ну, давайте разбираться. Посмотрим дизайн. Симпатичный, красивый дизайн. Рагу баланьеса, да, все дела. С 1086 года. Видимо, фирма или по рецепту, не знаю. Сделана в Италии. Так, ну, давайте посмотрим информацию. Соус томатный, заготовленный из свинины. Рагу а-ла баланьеса. Премиальная, готовая к употреблению томатная рагу с добавлением моркови, лука и рубленого мяса. Рецепт, который создал шеф-повар Хайнсбек. Три звезды Мишлен. Подходит ко всем форматам классических рецептов и тучини с соусом баланьеса. Звучит неплохо. Состав у насходит мякоть, помидоров, 50% герой на свинине, 20% томатное, 10% морковь, 8% лук, сельдерей, нерапинированное оливковое масло, соль, пшеничная мука, сухое обезжиренное молоко, сахар. Состав идеальный, богатый, без всякой химии, то есть реально идеальный. По калории со 100 грамм продукта 80 ккал, в принципе немного. 5,5 грамм белка, 4 грамма жиров, 4,5 грамма углеводов. Отлично. Необходимо употребить через 3 дней после открытия банки. Ну, это мы сделаем. Изготовитель у нас Италия. Ребята, ну звучит все круто, выглядит все круто. Давайте будем готовить. Так же добавим еще оливковое масло. Аутица отлично. И я приготовил домашний фарш. Поехали. Итак, водичка со специями у нас кипит. Здравствуйте. Вот так, гляньте, какие красивые. Не красивые, они красивые, ребята. Ну, вы посмотрите. А, а, ой, красота. Мешаем, чтобы не прилипли. И смотрите, что я приготовил. Домашний фарш. Чистая говядина со специями. Мда. Будет отлично. Увидимся на дегустации. Итак, ребята, макаронные изделия готовы. Вместе с фаршиком. А это значит, нужно кое-что добавить. Итак, сначала добавим немного оливкового масла. Для вкуса. Ну да. О, да. Следующий этап. Это добавить, собственно, наш соус, ради которого мы собрались. Вскрываем. О, ребята, посмотрите. Вот это аромат. Вот это вид. О, да, да, да. Итак. Начинаем перемешивать. Посмотрите. Какой аромат. Сразу чувствуется, что соус сделан в Италии из итальянских ингредиентов. Потому что вот первое, что отличает большинство таких соусов, а просто болонезы, да, именно от итальянских, это то, что отличный аромат. Теперь добавим свежую муку. Что-то на сердце готово. Я люблю поострее. Посмотрите. Посмотрите, какой аромат. Сочный, горячий. Все пропитывается. И сейчас мы будем это поглощать. Гоу! Итак, неделю без попробовок начинаем. Ребята. Это что-то нереально. Во рту дает. Действительно, это же, скажем, не томатный соус, а рагу. Очень вкусно. Нестандартный такой вкус, вы знаете. Я даже не могу писать, на что он похож. Но, знаете, он никогда томаты меня дает вообще. Обычно болонет что-то еще. Чувствуются томаты и жирный фарш. Здесь не чувствуется жирности. Не чувствуют особо томатов, но... Он очень вкусный. Особенно с добавлением оливкового масла этой фирмы еще, да? И с макаронными изделиями просто шикарные. Они впитали в себя соус и фарш. Они не развариваются. Очень вкусно. Да, забыл упомянуть про эти макаронные изделия. Они тоже дорогие, ребят, но они того стоят. Итак, продолжаем дегустировать столь замечательно. Рагу, балонезы. Ребята, очень вкусно. Обратите внимание, я приготовил сейчас немаленькую порцию. И я не стал много добавлять. Сейчас я это в руководительный и в очередной травы дни я его съем. То есть, в принципе, если растянуть на порции, то это получается вообще недорого. Так вот, касаемо охранных изделий для фирмы. Средний ценник примерно 200-220 рублей. Но поверьте, они реально того стоят. Понятно, что это не на каждый день, скорее всего, большинство из нас. То есть, это будет дороговато. Но купить, попробовать, приготовить иногда, поверьте, это будет вкуснее, чем в ресторане где-то или еще. И вы получите удовольствие от еды и, главное, в пользу. Готовить очень просто, быстро, вкусно. Самое главное, что это очень полезно. Соус шикарный. А я не могу описать, но вкус реально, он уникальный и очень вкусный. Но знаете ли, что-то напоминает, почему-то странно, грузинский соус Сацебелли Трестебе, фирма Чартовка 13. Такой разбавленный. Напоминает, да, но очень вкусно. Реально, уникальный вкус баллонеза. Неповторимый, я так скажу. И очень вкусный. Денег своих точно стоит. Шикарный состав, шикарный вкус, шикарный дизайн. В общем, мне очень понравились данная фирма соусы. Оливковое масло превосходное. Запах и вкус от него. И макаронные изделия тоже на высоте. Поэтому данный соус получает 5 баллов с 5. Рекомендую купить к нему масло этой фирмы. И макаронные изделия. Очень вкусные, качественные. В общем, здорово. 5 баллов с 5. Всем советую. Ну, а с вами мы увидимся в следующих обзорах. До новых встреч. Пока. Ребята, бонус видео. Также с торным соусом можно сделать шикарную лазанью. Да, собственно, у меня вот пластинки есть. Сейчас мы будем это все делать в духовочной. В общем, будет довольно вкусно. Готовится непосредственно лазанья, ребята. С этим соусом должно быть очень вкусно. Всем масса. Субтитры сделал DimaTorzok